Всем привет, друзья! У меня лопалки. Смотрите. Это откуда у тебя лопалки такие, Вань? Это я отсюда взял. Откуда? Отсюда. Оттуда. От... Ну, я их взял там, где моя мама снимала. Мама посылку получила, да? Да. Даже две. Это мы все любим? Да. Так поделать. Вернее, все Ваня и мама. Да. Любимое дело. Это наше любимое дело. Да. Че это такое? Теперь перси там с пакетом лазят. С пакетом? Угу. Вот перси маленькие. Ничего не соображает. Вот какую игрушку мамка с папкой купили. И большая дитя заинтересовалась. А? Лялька. Ложь и провокация. Чего? Нравится? Чуть-чуть. Игрушечка. Мы с Ваней сегодня рисовали. Я динозавра, а он все вот эти вот горы все рисовал. Мам, нарисуешь динозавра? Нет, ты сам. Я с ним точно не справлюсь. Хорошо, это хватит что ли? Это же обводить, а не самому рисовать. Где я большой хочу? Большой. Интересно же. Да. Все как-то криво у меня, косо. Ну, в общем, все равно хорошо получится. Я же говорил, я вообще это с вами. Все у тебя получается. Ты меня нахваливаешь, потому что ты моя мама. Нет. Да. Все у тебя получается. Вы все мамы так делаете, я вас знаю. Я вас раскусил. Кого ты там еще покусал? В смысле? Ну, ты нас раскусил. А-а-а. А-а-а. Не, пока я больше никого не кусал. Чужих людей кусать обрезбую. Ну, видишь, какой-то гений. Кажется, за мной подглядывает. На перс погляди. Ой. Ну, че, какая обычная. Я думаю, ты за мной подглядываешь. А ты не подглядываешь. Ну, а теперь подглядываешь. Не честно. Нет. Но ты талант. Вы мне льстите. Да. Я думал, ты хотя бы этот, ну, поломаешься там. Нет, что ты, сына. Ты всю, правда, матку, как зарубила. Готово? Вынимай. Ну. Очки надевай. Ваня, свет выключай. Ну, неплохо. Дайте посмотреть. Дайте в очки посмотреть. Ну, смотри. Дайте. Можно же рисовать не только по трафарету. Синие сзади. Сиди, сам рисуй, что хочешь. Синие сзади. Наоборот. Зеленые сзади. Все слои спереди. Ну, вот эти синие сзади. И спереди. Что это у нас тут, Вань? В посылке. Да. Сегодня у нас богатый день на посылке. Вот, видите, три посылки здесь сейчас лежит. А еще одна из Алиэкспресс. Саша уже распаковал. Ну, со временем все покажем. А сейчас будем открывать вот эту вот коробочку. Посмотрим, что же там такое. На сайте вездеход.ком заказала себе, вот для себя любимые, такие вот сапоги для работы во дворе зимой. Выходить. Вот бывает снег навалить, надо выйти. Там, как назло, это бывает, когда Саша на работе. Там что-то откопать. Вот сколько раз приходилось. Что будет, не знаю, лезу в его сапоги. Мне неудобно, потому что они мне сильно велики. Туда то снег набьется, то еще что-то. А это вот для себя любимый заказала. Такие вот чудесные сапожки, которые называются Умка. Причем, знаете, в чем интерес? Это современные технологии. И сапоги эти сделаны из материала Эва. Это этилен, винил, ацетат. Этилен, винил, ацетат. Какие преимущества еще имеют эти сапоги? Помимо того, что они очень легкие, 700 граммов есть всего-навсего каждый сапожок, они еще утеплены. Внутренний сапожок состоит из синтетической ворсистой поверхности для сбора конденсата с внутренней поверхности сапога. Затем имеется вот такая вот фольга. Она создает эффект термоса и позволяет поддерживать комфортную температуру тела. В итоге наши ноги будут в тепле. Ну и также имеется нетканное полотно из полых волокон, которое создает дополнительную воздушную прослойку между самим сапогом и ногой. Ну и натуральный шерстяной мех. Вот он, это как раз и есть натуральный шерстяной мех, укреплен на трикотажном полотне. И в итоге ноги в этих сапогах могут выдержать температуру даже до минус 40 градусов. Вот для хозяйства, особенно там, где зима, зима холодная, суровая, может быть, эти сапоги просто незаменимы. Варианты есть как для женщин, так и для мужчин. Разные цвета, разные размеры. Вот такая вот чудо-посылка. Кому интересно, оставлю ссылочку на эти замечательные сапожки. Еще раз повторюсь, называются они Умка. Удобные, мягкие, комфортные и довольно-таки актуальные сапожки для суровых зимних условий. Средняя высота сапога 35 см. Ну и есть кое-какие меры предосторожности для этих сапог. Вот, так как все-таки это этилен, винил, ацетат, то не рекомендуют держать эти сапоги вблизи открытого огня. Также их нельзя сушить на печках, на буржуиках, батареях, колориферов и так далее. И в избежание термоусадки сапога его нельзя нагревать выше 50 градусов. Утеплитель, вот этот внутренний сапожок, сушат так же, как и другие изделия из шерсти и ткани. Ну и нельзя использовать машинную стирку. Ну что, вот они мои сапожки, очень удобные. Класс. Ваня, оператор сейчас у нас? Ну да. Ну вот. Я оператор Синесы. Если вдруг очень снежно, допустим, выпал снег, то можно вот этим фиксатором прям плотненько ноге так придвинуть, чтобы снег не засыпался в сапоги. Ну и вот так вот вперед берем лопату, чистим снег, лезем куда-то в грязь, в воду и так далее. То есть сапоги самые то для деревни или, может быть, рыбакам, любителям подольше в морозы посидеть на речке. Очень теплые. Съездили сегодня за покупками, затарились у нас в деревенском магазине. У нас открылся новый магазин. Вот я как-то во влогах рассказывала про одну молодую женщину. И вот она такая молодец и открывает магазин, и такая трудяга-работяга, и пекарню открывает. И вот вообще, как вертолет гоняется. Самое интересное, выполняется сама все работы. Едешь, значит, она с косой косит вокруг магазина траву. Мимо пробегаешь, она с лопатой там что-то гребет. То она машины разгружает. Ну вот такая вот, такая деятельная девчонка, молодец прям. И создала, значит, чат, включила всех нас туда, в этот чат, и пишет. Девчата, прибегайте в магазине, вот в таком-то моем магазине, по столько-то продаются мандаринчики. В таком-то моем магазине, вот по столько, там селедочка. В таком-то моем магазине и понижится нам на такое-то. Ну и такая молодец вообще, просто прелесть. Итак, по 68 рублей вот такие вот мандаринчики. Вот хорошенькие мандаринчики, прям чудо просто. Последнее время вот появилась такая колбаса, шнеллер, шнеллер. Вот венский сервелат за 189 рублей штука стоит. Мы как-то поехали в ленту, и вот там вот широкая реклама шла этой продукции. Цены такие же, в принципе. Огурчик взяли, огурцы 119 рублей за килограмм, а помидоры, помидорки, причем они вот на веточке, тут помидорки, вот 4 штучки, 156 рублей за килограмм. В общем-то, тоже неплохая цена, они очень дорого. Эти вот печенье мы в прошлый раз покупали в Победе, да, здесь, конечно, они подороже. 47 рублей юбилейное за 250 граммов, а это печенье 67 рублей за 360 граммов деревенская с сахаром, тоже очень вкусное печенье. А в Победе оно 51 рубль стоит. Ну, понятно, что человек должен прибыль какую-то получать. Прям вот свежайший батончик за 23 рубля. Очень вкусный вот этот хлебушек, он свежий, какой-то вот желтенький там внутри. Вот всегда такой вкусный-вкусный хлебушек, прям нам очень нравится. Так вот, Бородинский тоже хлеб очень любим. Особенно сейчас вот бутербродик, именно на Бородинский хлеб прям милое дело. Сосиски Владимирский стандарт, баварские самые вкусные сосиски. 138 рублей за 420 граммов. Выбрала хурму, вот она прям вся мягчайшая, вот мягенькая-мягенькая. Стою 12 что ли рублей, 102 ли рубля, ну что-то такое, чуть побольше 100 рублей стоит. Так, ну и себе любимые для своего правильного питания орешки. Это фундук. Вот здесь вот на 130 рублей. На 130 рублей орешки. Ну и появились новые хлебцы цельнозерновые, высокое содержание пищевых волокон. 37 рублей. Это вот Бородинские цельнозерновые ржаные. Вот попробую, что с тобой представлять. Такую марку я ни разу не брала. Будем пробовать. И вот такой вариант, тоже 37 рублей стоит, но упаковка уже немножечко другая. Вот, содержит витамины и магний. Хлебцы цельнозерновые ржаные тоже. Но вот единственное... А, ну они просто не Бородинские. Вот те Бородинские были. Вот и те, и другие по 37 рублей. Так что будем пробовать. В общей сложности потратила 1100 рублей. С Люхой заходим такие, он говорит. Ну, на вскидку 1000 на полторы. А я 1100 всего потратила. Так что вот. Будем сейчас хурму есть.